и снова здравствуйте дорогие друзья это продолжение к предыдущему видео я в прошлом видео не уложилась в час поэтому ну вот получайте еще один видосик что называется да так вот мы остановились на том что я пообещала что я вам покажу вернее расскажу как прорабатывать каждую из этих планет которая в негативном аспекте 1 ну там отличных планет вот личные планеты это у нас солнышко луна марс и венера если они находятся в квадрате или в оппозиции то есть вот если вы составили натальную карту там красный красная линия соединяет если планеты личные вот личные планеты и вот эти вот красные социальные планеты да вот плутон сатурн уран вот это вот соединение да они как такие опасные звоночки на то что возможно могут быть проблемы в отношениях могут быть вообще в принципе проблемы по жизни да вот если идет вот такое соединение как это прорабатывать я уже сказала в предыдущем видео что надо давать энергию всем участникам вот этих оппозиций или квадратов и как это делать конкретно давайте я вам сейчас расскажу начнем мы давайте с личных планет первое как проработать солнышко как дать ему энергию здесь у меня восемь пунктов значит первое это режим дня нужно соблюдать жить по солнышку не зря наши предки жили по солнышку вот здесь вот у кого есть вот эта оппозиция до или квадрат от солнышка там к плутону сатурну урану вот ваша задача вам надо ну как-то вот нормализовать свой график как минимум больше порядка создать вот чтобы солнышко было солнышком до что максимально солнечная энергия поступала в вашу жизнь или кстати можно переехать в солнечные страны где солнце будет очень много но то есть если нехватка солнца в ну вот получил энергия солнца если не то что нехватка а если она расходуется на вот эти оппозиции до находится в таком ущемленном положении то ее нужно добавлять и добавлять это первое это режим дня второе делать мир лучше своей работой не делать вот для своего эго ой я такой замечательный такой крутой а просто делать добро и бросать его в воду солнышко на самом деле эта энергия очень благородная и развивать вот эти благородные качества и ну в чем-то даже может быть не для собственного эго а просто вот чувствовать потом удовлетворение вот поверьте мне когда делаешь добро после этого чувствуешь имеет прилив энергии намного больше чем если в отношении тебя даже сделали добро или там что-то произошло вот самый большой приток энергии происходит когда мы делаем добро попробуйте и почувствуете это даже просто покормить там бездомных животных это уже мощнейший прилив энергии который вы ощутите как только начнете это делать поэтому вот солнышко таким образом прокачиваем дальше следующий пункт это щедрость смелость и решительность максимально старайтесь вот чего вы боитесь туда и идите тоже очень интересный такой момент конечно дальше следующий пункт уважать отца и вообще всех мужчин с которыми вы общаетесь вот изначально включить режим уважения и уважительно к ним относиться потому что солнышко это как раз вот роль мужчины в нашей жизни и если мы как обесцениваем мужчин соответственно солнышко вот это за счет энергии нашего солнышка вот туда уходит наша энергия вообще в принципе если мы кого-то или что-то осуждаем или там обесцениваем да мы таким образом как ни странно отдаем туда энергию это вот закон энергии такой но и постарайтесь вот если у вас туда уходит не делать этого значит бывать побольше на солнце выбирайте желтую одежду но вообще чтобы были как солнышко да вот вот и что-то такое желтое добавляйте свой образ и будет вам счастье дальше говорить свое мнение без оскорблений вот это тоже очень важный момент то есть старайтесь никого не оскорблять не только не осуждать но и не оскорблять и и желательно носить золото да поэтому вот солнышко это любит да как это как сорока до любит все блестящее значит это у нас солнышко потом следующие следующая луна так луна что у нас в гороскопе женщины луна показывает судьбу женщин рода их основные проблемы взаимоотношения с мужчинами кармические задачи женское здоровье способность выносить и родить детей характер взаимоотношений с ребенком какой мамой она будет тип внешности фигуры чувственность апатию интуицию то есть в женском гороскопе это очень важный такой момент в гороскопе мужчины портрет матери и жены характер и сценарий отношений с ними знак и управитель дома подскажет какую супругу он хочет отношение к браку детям психическое и физическое здоровье способность хранить тайны верность хозяйственностью уровень эмоциональности и романтичности но в общем это очень важный такой фактор вообще луна это наша душа скажем нет скорее эмоции потому что нептун тоже это это душа это уже божественная да такое на луна это наши эмоции наша эмоциональная жизнь это наше настроение вот знаете бывают такие дни когда но я у меня луна в раке поэтому бывают такие дни что просто вот не хочется ничего делать вот не хочется вот просто вот лень эмоциональная вот реально эмоционально не хочется не расходовать эмоции не а бывают дни когда вот прям хочется наоборот раздавать всем эти эмоции свои причем не всегда позитивны поэтому за это все отвечает луна и как правило луна очень сильно привязана вот мы привязаны наши наше настроение привязана к луне и это неудивительно ведь фазы луны они влияют на приливы в море до море может там прилив отлив это все потому что луна магнитит воду а мы состоим на 80 процентов из воды и наше эмоциональное состояние туда же понимаете поэтому луна это очень важный момент если от него идет красный аспект к тому же самому плутону сатурну и урану это значит что это самая эмоциональная жизнь наша очень сильно страдает ну вот в случае красных аспектов и поэтому луну естественно надо обязательно прокачивать вот если у вас упало настроение вы чувствуете что не хотите ничего делать это значит ваша луна сейчас страдает значит что нужно делать надо как-то перемещаться ближе к воде дальше еще один способ это начать петь как ни странно караоке сходить опозориться ну дальше забота о маме забота о детях хорошо прокачивает луну уборка в доме хорошо помогает режим опять таки и солнцем и с луной желательно наладить режим массажик и очень хорошо работают вот если плохое настроение сходите на массажик посмотреть комедии мелодрамы чего-нибудь лучше комедии потому что вот я тоже по своей луне мелодрамы иногда бывают плаксивыми и 1 расплачешься и все и еще хуже настроение надо не читать вот какие-нибудь такие книги которые слишком эмоционально приводят к этому к тому что тебе жалко становится всех вот это тоже не надо но вот комедии хорошо заходят какие-то легкие фильмы замечательно потом медитации хорошо помогают прощение и кстати здесь очень уместно будет если вы на кого-то обижаетесь или на какую-то ситуацию обижаетесь найдите пожалуйста в интернете у свиша есть молитва прощения свияж молитва прощения мне просто помогла на 1 2 вот от самых чудовищных ситуаций когда в жизни все вообще просто разрушалась я начала на своих врагов читать эту молитву прощения там правда 500 раз надо прочитать но слушать это просто чудо какое-то происходило в моей жизни я с тех пор вот как только начинаю на кого-то злиться я сразу вот эту молитву прощения на этого человека начинаю читать это там что-то делаешь да куда-то идешь и мысленно просто вот эту мысль гонять в голове да на это такие слова с любовью и благодарностью я прощаю такого-то такого-то и прошу прощения у такого-то такого-то за все негативные мысли эмоции и действия по отношению к нему ну то есть вот это вот вот эти вот эту фразу да надо говорить много раз но потом происходят чудеса мы просто растворяем весь негатив который сформировался между нами вот в любом случае когда что-то плохое произошло в жизни сформировался негатив между двумя людьми и вот этот негатив он просто растворяется и я думаю что даже переходит в плюс и при встрече с этим человеком вдруг он начинает вести себя удивительно позитивно и начинает предлагать какие-то странные вещи это это удивительно попробуйте если у вас есть кто-то с кем можно это попробовать попробуйте и вы потом в комментариях не забудьте мне написать эффект от этого так но значит прощение еще один пункт это легкий флирт но это так но тут больше про венеру скорее флирт это больше к венере но с луной тоже попробуйте ну и в принципе венера это тоже личная планета и давайте к ней же и перейдем по поводу венеры как прокачивать венеру 1 1 красиво выглядеть всегда особенно если венеру чувствуете что немножко под затухает надо прям красиво со вкусом обязательно со вкусом одеться и выйти и чтобы вот прям вы производили впечатление самого вкуса да вот сам как я само совершенство как мэри поппинс вот прям вышла и показала всем как надо дальше создание уюта дома причем знаете там очень хорошо там чего-нибудь сшить такой вот и там шторочки какие-то рюшечки вот что то такое вот для дома да или там тортик испечь но тортик это и по луне кстати луна и венера они очень похожие энергии поэтому и ну как бы эти подсказки по прокачке они очень похожи вот эту женскую энергию прокачивать да то есть уют дома по венере хорошо заняться танцами причем знаете такими вот прям сексуальными нужно соблазнительными там стрип пластика или не знаю бачата какая-нибудь или ну вот какие-то латино латинос там ну то есть вот такие вот вещи они очень хорошо работают а дальше следующий пункт это полюбить себя вот так какими-нибудь кремиками там попользоваться но я не знаю массаж сделать и ну и луну прокачать за одну четко не страшно ли лишним не будет массажик там как какие-то ванночки какие-нибудь там фишечки для того чтобы просто почувствовать себя женщиной да вот это вот по венере очень хорошо по венере желательно есть мало медленно и с кайфом потому что если по венере есть вкусно с кайфом и немедленно и не контролировать себя то можно быстро набрать вес венера она конечно обладает небольшим слоем жира да но тем не менее все таки перри перебрать с этим очень легко можно особенно нам девочка после 40 поэтому здесь вот контролируйте себя вкусное что-то но немного да вот сходить в кафе там заказать себе что-то такое что вы любите да и медленно медленно это съесть с наслаждением прям прочувствовать каждый кусочек вообще это тоже очень хорошая техника кстати когда есть и прям чувствовать вот этот вкус мы всегда как-то ну я не знаю как у вас но я часто себя ловлю на том что я набегу ем не обращая внимание на вкус а потом останавливаюсь и концентрирую свои вкусовые рецепторы на ощущение вкуса и получается совершенно другое ощущение и на этом как раз и основана ну вот то что в ресторане дают вроде небольшие порции но это и в ресторане кажется что еда вкуснее а дома ты приготовишь намного вкуснее но почему-то это как-то не замечается вот это все вот это вот как раз то есть тот эффект медленной еды поэтому очень рекомендую для прокачки венеры в том числе очень медленно есть со вкусом и с кайфом а дальше ну тут конечно же после еды не забывайте о том что тело надо поддерживать форме но здесь очень хорошо помогут танцы если вы хорошо плотно этим займетесь то будет вам счастье дальше одежда желательно чтобы была белая бежевая серебристая украшение со вкусом по венере хорошо посещать культурные места театры ну вот какие-то художественные галереи там ну то есть вот стараться выбирать свое окружение как раз такое богемная да ну и вообще ходить по таким местам где можно себя обогатить культурно венера она любит все красивое со вкусом и соответственно прокачивать вкусовые свои качества надо значит смысле вкуса не в не в смысле аппетит да а значит дальше желательно выдерживать пост по пятницам это для венеры да и вот здесь вот как раз флиртовать изучать техники флирта есть кстати интересно у меня есть мини-курс тоже по флирту женские там штучки можете туда тоже записаться под видео есть все ссылки там на все мои курсы да значит это у нас по венере следующая планета у нас марс а вот видите мы луну и венеру прошли теперь марс это вот по личным планетам ночь как прокачивать марс и здесь опять-таки похоже на солнце уважать мужчин первый пункт это вот не обесценивать мужчин очень важный такой момент вот у меня например у меня позиция марса с ураном да и вот у меня прям беда такая я обесценивать и соревнуюсь и все такое поэтому здесь вот прям пункт чисто для меня да не знаю как у вас с этим но вот уважать мужчин это первый пункт потом второй пункт носить красная по вторник а значит третий пункт во вторник готовить вкусно да в остальные дни невкусно вторник я так понимаю что покровитель марса и если вам надо прокачать марс то пожалуйста во вторник займитесь этой самой прокачкой дальше проработать так сексуальные комплексы с психологом а потому что марс у нас отличая отвечает за секс в нашей жизни продвижения за движение вперед за наше умение чего-то достигать или вот и секс это неотъемлемая часть как раз нашего умения достигать чего-то дальше ежедневно делать зарядку заниматься спортом знаете еще не знаю как по вам но если у вас действительно марс надо прокачивать это это конечно такой шаг особенно для женщин очень странный но я например пошла на карате да да там тяжело пипец как вот честно говорю мне 50-летней женщине это просто оттас как сложно также и кувыркаться надо и все но знаете я собрала волю в кучу и подумала блин на сноуборде шья каталась но даже если вы не катались там на сноуборде если у вас все это сложно но выберите какой-то вариант драки да но какой-то более лайтовый но вот если надо прокачивать марс то желательно заняться какими-то способами единоборств да так же как венеру и луну мы прокачиваем танцами также марс надо прокачивать какой-то дракой и это очень такой ну желательно этим заняться но опять таки на вкус и цвет что называется если уж совсем страшно то можно остановиться на физических каких-то нагрузках но физические нагрузки обязательно надо включать свою жизнь если у вас с марсом беда то есть вот самое сложное для вас это действительно физические нагрузки и это надо вот где страшно туда идти марс он любит вот такие вот вещи смелые да и и кстати девочки если вам вы хотите встретить хорошего мужчину да то секции где учат драки там такие мужчины вот если честно вот если я прям пошла и я в восторге я смотрю на них на всех они вот с каждым из них хоть строй отношения единственное что пока нас разделяет очень сильно это языковой барьер потому что я за границей да они все либо по-английски либо по-тайски это просто атас на мужчины все как как на подбор вот с любым можно строить отношения и на улице может я бы на них и не обратила внимание но когда я с ними занимаюсь в зале и когда я вижу с их стороны поддержку когда я вижу как они стараются я вижу что они в конце концов у всех у них там у кого синий у кого черный пояс а я как лошара ой извините за французский но я с белым поясом да они для меня сразу авторитетами становятся автоматически да и вот при всем моем положении марса конкуренции все такое я начинаю этих мужчин уважать поэтому если у вас такая же беда то обязательно идите в секцию не знаю каратэ там или какой-нибудь еще вид спорта и кстати там не так уж и страшно но сначала конечно сложно да но потом я думаю что и я втянусь и вы втянетесь поэтому как это моя кошечка боялась пылесосом и потом ничего втянулась на надеюсь вас не сильно пугают мои разглагольствования но опять-таки подсказала вам хорошие места для поиска мужчин да имейте это ввиду значит следующий момент решать конфликты и не откладывать если какие-то конфликтные ситуации вы боитесь поссориться вы боитесь знаете вот я заметила за собой у меня марс при всей при том что он у меня в овне а он у меня в двенадцатом доме и вот это давало мне с одной стороны меня распирает да вот прет вот этот марс да он в овне ему надо активность а с другой стороны он робкий потому что он в двенадцатом доме он не может себя показать да и это мнительность еще по луне там ну то есть сложность вот это и получается что я всегда боялась например сказать нет или пойти на конфликт и приводила это всегда к тому что все начинали на мне ездить поэтому если вы чувствуете кто-то кто-то на вас ездит не бойтесь идите на конфликт не бойтесь это но через конфликты как оказывается да мы решаем много вопросов и оказывается что конфликты необходимы в нашей жизни всегда быть всем хорошим не получится если у вас марс вот имеет какие-то красные аспекты с другими планетами то это значит это в вашей жизни наверняка как-то происходит и учите себя идти на конфликт если это необходимо уметь говорить нет это тоже надо учить себя и делать это усилием воли это очень сложно делать но это надо делать иначе вы будете терпилами всю свою жизнь да но если вот от марса вот такие аспекты поэтому имейте в виду и работайте над этим дальше марс как и солнышко он любит благородные вещи и если вы видите что где-то при вас кого-то обижают заступитесь за него если у вас вот вот эти аспекты до марс сразу почувствует что вы к нему обращаетесь он зауважает вас и начнет на вас лучше работать поэтому не бойтесь опять таки идти на конфликт и защищать слабых не только себя на это опять таки вам даст много энергии ну и опять я знаете я банально предсказуемо вот по марсу тоже режим дня надо соблюдать знаете вот по всем вообще красной нитью проходит край этот режим дня поэтому все личные планеты если они у вас как-то битые до зеленым аспектом или нет не в том месте находятся пожалуйста соблюдайте режим дня и будет вам счастье это знаете такая очень важная штука дальше теперь давайте вот по этим красным планетам пройдемся до которые могут аспектировать красными линиями наши личные планеты то есть личные это реально больно когда вот идет оппозиция или квадрат да и вот нам бьют вот по этим вот по солнышку луне марсу и венере нам больно здесь но также участвуют в этом и вот эти планеты по ним да мы не чувствуем боли мы от них чувствуем боль но неважно важно что нам надо сделать их добрее вот относитесь к ним как к людям которые да они они злые они они вредные да они провокаторы но знаете для чего-то они приходят в нашу жизнь чтобы сделать нас все-таки лучше понимаете поэтому отнеситесь к ним с уважением с любовью и ну как бы тоже им надо отдать энергию до энергию внимание и начнем мы с кого с плутона значит первое ну для того чтобы проработать плутон желательно все-таки поработать с психологом потому что плутон это такая очень глубокая энергетика это все не так на поверхности если с личными планетами вот у меня упало настроение я это почувствовала я пошла посмотрела ах луна убывающая да еще и новолуние да ну естественно у меня не хватает энергии соответственно у меня плохое настроение а по плутону ты ничего не понимаешь тебя просто прет куда-то да вот на какие-то авантюры на какие-то либо вот на страхи какие-то либо еще что-то и ты не понимаешь что это такое и вот здесь как раз работа с психологом должна помочь вот что касается плутона здесь очень рекомендуется дальше если плутон надо прокачивать то пожалуйста welcome на курс по астрологии я уверена что вы начнете с моего курса а потом углубитесь и как кошечка затянетесь в тот пылесос потому что астрология не имеет вообще дна в ней можно учиться учиться и учиться и всегда ты будешь с широко открытыми глазами и говорить о чё так можно было потому что столько граней в этой астрологии ну вот я долго не могла подступиться к ней но потому что блин как как темный лес вот смотришь ничего не понимаешь этот круг это чуть-чуть такое чё за линии чё за планеты вообще ничего не понятно но как только я начала в этом разбираться я поняла какие вообще возможности таит астрология поэтому я вас приглашаю обязательно присоединяйтесь к этой астрологии и вообще но не хотите включать мозги и тогда займитесь самопознанием да там медитации ну то есть вот разбирайтесь в себе как можно глубже как можно лучше вы вытаскиваете из бессознательного все свои проблемы потому что ну вот все наши проблемы они в бессознательном и что поделать плутон как раз он вытаскивает вот все что у нас есть что нам надо лечить в себе плутон он вытаскивает и соответственно но как бы выкладывает перед нами но чего хочешь лечить или дальше страдать вот я предлагаю вам все-таки лечить давно хотя можете и дальше страдать но тогда можете не смотреть это видео выключайте прям сразу да значит дальше следующий отказ от обид молитва прощения я вам уже сказала по свешу да дальше следующий отказ от негативной информации в интернете здесь конечно очень сложно сейчас от этого отказаться потому что вот я например я не могу не смотреть новости потому что я реально болею за исход того что сейчас происходит и для меня это ну я прям не могу мы все сейчас оказались втянуты в это все и сейчас мы переживаем тяжелейшее время и признаюсь перед вами что действительно здесь вот с точки зрения плутона есть повод для осуждения меня да но тем не менее все таки если у вас прям проблема с плутоном и вы чувствуете что прям проблемы усилились выключаете этот источник информации я просто чувствую по себе что я могу еще это потреблять да я пока могу это переваривать я могу это в себе как-то успокаивать да вот поэтому я смотрю если я почувствую что меня это вгоняет в депрессию я прекращу эти все ну вот выключу все эти новостные паблики и перестану это делать что и вам рекомендую делать если вас это действительно выбивает из колеи если вы от этого сильно страдаете то выключаете этот источник информации и но вы вы для себя дороже вот что я хочу сказать а дальше заниматься кризисными ситуациями разруливания на надо вот следующий момент вот есть какая-то кризисная ситуация у нас у всех этой эти ситуации есть что-то мы не доделали вовремя какая-то проблема висит и мы думаем что она сама разрулится вот если есть такое то берем и работаем над этим плутон любит такие сложные ситуации поработать по это да дальше заняться финансовой грамотностью тоже очень полезно по пункту по плутону какие-нибудь курсы по финансовой вот этой вот штуки да там ну не призываю вас с биткоином заняться но что-нибудь такое подобное ну по крайней мере просто разобраться в чем-то да это тоже очень любит плутон до жесткие техники трансформации какие-то но это уже я думаю в общем если есть какие-то проблемы да подумать что мы можем с этим сделать ну и соответственно начать делать отказ от мщения вот кстати такой очень важный момент но это я бы добавила вот к тому чтобы отказ от обид вот если вы прочтете молитву прощения то вам перри хочется мстить вот если по-настоящему окунуться в этой 500 раз прочитать молитву прощения то вы вдруг подумаете блин ночью о чем не на него злится как бы вот человек вас не обидел вы все равно найдете в себе но позитивные какие-то моменты да и вы сможете его простите тогда мстить вам не придется и плутон тогда не станет вас потом как-то наказывать понимаете плутон это такая очень жесткая планета поэтому здесь лучше либо если можешь по-настоящему да вот прям наказать да а потом молитву прощения почитать либо просто молитву прощения почитать и не не наказывать и и не мстить никому но это уже смотрите сами по обстоятельствам но желательно конечно вот эту энергию нейтрализовать ну и девятый момент это соблюдать свои границы очень важно по плутону научиться соблюдать свои границы да как я уже говорила по марсу учиться говорить нет учиться отстаивать свои интересы ну по плутону то же самое потому что плутон это высшая октава марса это вот более мощная энергия более точечная энергия и марс и плутон они очень похожи энергетически только плутон более мощный так следующее это сатурн так сатурн по сатурну что у нас первое это позитивное мышление второе помощь старше третье планирование расходов доходов это финансовая грамотность 4 регулярно обследовать кости потому что это наша костная система сатурн и где тонко там и рвется если сатурн имеет негативные аспекты то могут страдать наши какие-то вот наша опора до сатурн это опора это костная система до дальше профессиональное обучение по сатурну желательно уборка дома пост по субботам знаете вот так если все планеты в оппозиции да так начнем поститься с понедельника и до воскресенья да ну вот по сатурну это суббота да значит сатурну надо дать уважение да в субботу еще желательно а так носить синий цвет темный изумрудный еще сатурн любит черный цвет но вот так вот дальше молитвы читать да и если вот есть возможность быть на земле вот если чувствуете что сатурну плохо да ему нужна подпитка то поехать куда-то поработать на земле либо в горы вот в горы просто вау как круто да скоро в горах такая энергетика мощная поэтому и сатурн он очень любит горы да и еще одна планета которая может у нас иметь негативные аспекты это уран эта планета неожиданностей и что как ее прокачать значит надо научиться чувств чувствовать меру во всем потому что уран если заносит то заносит далеко да дальше второй момент разбирать научиться разбираться в технике а и вообще больная тема в телефоне разобраться это просто вообще оттас она будет на поверхности я этого не вижу вечно потому что у меня оппозиция марса с ураном я поэтому учитесь разбираться в технике читайте вот эти инструкции по технике да как не купил эту мультиварку и включил там понажимал кнопочки вроде работает ничего а прочитать сначала надо да дальше следующие аттракционы фильмы ужасов но не знаю насчет этого ну то уран это адреналин уран это что-то такое да ну в принципе аттракционы там же надеюсь безопасно до фильма ужасов это просто эмоционально ты там пережил и не вляпался ни в какую авантюру если в жизни это переживать то конечно же уран даст более сложные схемы дальше следующее вести блок с эпатажем вообще блогерскую деятельность и там какие-то эпатажные неожиданные вещи вам хорошо зайдут и это как раз прокачает ваш уран да ну то есть дать туда энергию да и вот на этом сделать свое дело вот если у вас какие-то с ураном есть вот эти вот взаимоотношения до позиции квадраты в позитивном ключе вот это вас может вывести на плюс хороший если вот по урану начать что-то делать ролевые игры квесты там всякие разные ну то есть вот адреналиновые такие штуки вам очень хорошо зайдут и вовсе самое главное помнить вот если у вас с ураном какая какая то неприятная ситуация вам надо искать позитив в любых неожиданностях вот понимаете вот чтобы не произошло находите во всем позитив вот это и будет вам счастье понимаете вот конечно это бывает сложно в моменте когда там что-то произошло такое неожиданное ты думаешь ее моё чё это было но по факту это просто вселенная вас по урану немножечко ну вот если у вас там оппозиция квадратик да ну вселенная в любом случае вам будет подбрасывать какие-то варианты чтобы вы учились прорабатывать это ну и соответственно учитесь учитесь вы здесь для того чтобы учиться вот такой вот получился у меня затяжной эфир до пришлось растянуть его на 2 но надеюсь что вам это было полезно если вам интересно разобраться в себе обязательно вот займитесь астрологией для начала можете это сделать со мной да под видео есть ссылочка на этот мини курс по астрологии пожалуйста велкам ко мне на это обучение но в записи можете начать в любое время по вашему удобному курсу по вашему удобному графику да как вам удобно я думаю что вот когда вы почувствуете да вот я очень образно объясняю вот эту натальную карту это очень ну я думаю что удобно вот так воспринимать вот если мне это объяснили в свое время вот так же образно я думаю что я бы занялась астрологией намного раньше и достигла бы намного большего поэтому вам повезло я вам это сделала для вас поэтому присоединяйтесь к моему курсу если не хотите все таки в этом разбираться то приходите на консультацию там я вам тоже вот эту всю раскладку дам что надо делать когда надо делать вот вот все вот эти вот наработки до подсказки что как прокачать вот эти все оппозиции в итоге я надеюсь что это вот эти два видео вам были полезны для того чтобы вам в ваших отношениях не вляпаться в такую ситуацию как вот мы на примерах разобрали салтанат и иры кабановой да поэтому ну вот надеюсь что вам это поможет вот я со своей стороны что могу вам как говорится даю да я очень хочу чтобы вы были счастливы и получали максимальное удовольствие от этой жизни и от работы над собой чтобы вы работали над собой так как надо да вот то как вам написала вселенная тех задания вот пожалуйста вам подсказки да что касается отношений да в общем на этом я буду закругляться спасибо вам за внимание надеюсь что я вас не сильно утомила этим видео поставьте мне лайк или дизлайк напишите в комментарии что вы думаете по поводу вот таких вот видео насколько вам они полезны насколько вам вообще это надо делать да я в общем желаю вам всего самого хорошего до новых встреч пока пока